Повышенное содержание формальдегиды, как сообщают казахстанские СМИ, было зафиксировано в пеленках, распашонках и другой детской одежде, продававшейся на рынках и в магазинах Караганды. Токсичный товар, произведенный якобы в Кыргызстане, был изъят, а продавцы, как сообщается, были оштрафованы на сумму почти в 200 миллионов тенге. Детская одежда производства Кыргызской республики обнаружено превышение формальдегида, несоответственно гигроскопичности и используемый материал, что представляет серьезную опасность для здоровья наших детей. Контрольные мероприятия показали, что большая часть детских изделий была завезена с рынков города Алматы и города Бишкек. Формальдегид – это яд. Формальдегид будет впитываться, допустим, в организм человека и приводить к негативным последствиям. Казахстанский чиновник, однако, тут же призвал не сеять панику и не делать поспешных выводов. По его словам, нельзя заявлять, что эта одежда была шита на крупных фабриках. На ней были этикетки, сделана в Кыргызстане, но, возможно, ее шили в кустарных условиях. По словам президента Ассоциации легкой промышленности Кыргызстана, настораживает тот факт, что до сих пор никакой официальной информации из Казахстана о том, продукция какого именно кыргызстанского производителя содержала превышение допустимых норм, формальдегида так и не поступила. По требованию тех регламентов Евразийского экономического союза должен быть указан производитель. Какой производитель, как называется этот производитель, физический адрес, где находится, адреса, все должно быть указано. Потому что без этого сейчас мы не экспортируем. Поэтому у нас большое сомнение возникает, если такого производителя действительно есть, мы могли бы проверить. Формальдегид – бесцветный газ с резким запахом. Его водный раствор применяется для дубления и консервации биоматериалов. В качестве дезинфицирующего средства применяется в медицине и сельском хозяйстве. Для придания устойчивости и эластичности формальдегид используется и в текстильной промышленности. Однако в силу своей токсичности его дозировка строго ограничена. К примеру, в одежде для новорожденных формальдегида не должно быть вовсе. Для детей старше одного года его присутствие не должно превышать 75 микрограмм на 1 грамм ткани. Вот 1 грамм ткани взвешиваем, сюда добавляем дистиллированную воду, потом час положим на термостат, чтобы вредные вещества стыкания вышли на дистиллированную воду. Сюда химические вещества добавляем и снимаем на фотокалорметрический прибор, чтобы потом рассчитать по нормативным документам, выдать результаты. По словам главы санопитнадзора Тулу Исакова, только в Бишкеке на сегодняшний день существует около 400 швейных цехов. При этом текстиль в Кыргызстане не производится. По закону все импортируемые ткани, с которыми работают швеи, а также соблюдение санитарных норм внутри производства проверяется один раз в год. Однако лабораторные исследования материалов по просьбе самих предпринимателей проводятся намного чаще. В качестве выпускаемой продукции наиболее заинтересованы именно они. По результатам 95 лабораторных исследований в минувшем году и 15 проведенных с начала уже этого года никаких отклонений выявлено не было. В 2017 году и в 2018 году нами сделано более 80 проведенных анализов. Лабораторный анализ на детские одежды, в частности на содержание формальдегидов на взрослые одежды, на ткани, текстиль и так далее. Отклонений как такое мы не выявили. По словам главы профсоюза предпринимателей крупнейшего рынка Центральной Азии Дордо и Дамиры Долоталиевой, нашивка сделана в Кыргызстане еще не означает, что эта продукция была действительно отшита в нашей республике. Уже несколько лет этим успешно занимаются в соседнем Китае. Вместе с тем, по словам Долоталиевой, заявление, сделанное в соседнем Казахстане, вполне возможно, имеет под собой совершенно иную причину. Было сказано о том, что товар был завезен с города Алмата и с Бишкека, но никаких доказательств нет. И у меня такое ощущение сейчас, может быть, это специально делается, чтобы срывать, в начале сейчас только сезон начинается, может, с этой целью сделано. Но пока у нас с этой проблемой у нас проверяют, контрфакт проверяют, у нас комиссия есть, проверяют, но ни разу у нас на рынке Дордо этого не находили. В минувшем году продукции легкой промышленности было произведено на общую сумму более 5,5 миллиардов сомов. 90% этого товара ушло на экспорт в страны ЕАЭС. Как говорят в Легкпроме, за 20 лет существования отрасли, ставшего известным далеко за пределами республики, бренда сделана в Кыргызстане. Это первый подобный случай. Однако официального подтверждения, что товар действительно был произведен в нашей республике, пока еще нет. Бот Исаф Асхат Ибраимов, НТС.